Я выхожу вот так, вот так вот выхожу и Логан вот так вот. Я уже не помню точно, где мы встретились, мы уже вся дорога заснеживаем. В глубине души он уже тысячу раз проклял и эту трассу, и этот город. Еще полчаса назад дальнобойщик Алексей транзитом через Ярославль вез в Москву доски, двигался по юго-западной окружной дороге. Сейчас его фура словно выброшенный на берег Кит, разложена в придорожной канаве у деревни Суринская. Передо мной стало в 10 метрах газели разворачиваться. Поворот все показал, разворачивался. Я начал ее уходить от нее, потому что я не успевал никак тормозить. Вышел до осевой, и у меня влезается Логан. Водителю Рено Логан крупно повезло. Серьезно молодой человек не пострадал. В больничной койке удалось избежать только потому, что битком груженая фура в буквальном смысле ползла по дороге. В сухом остатке у парня помимо ссадин и ушибов только легкий шок и заботы о ремонте разбитой легковушки. Ехал спокойно, скорость не превышал, по туда не нарушал. Вылетает просто внезапно на встречку. Здоровая фура, как в фильме ужинов прямо. Я не успел сообразить, я успел только нажать на тормоз и буквально сгруппироваться. Вот так вот. Все. Потом меня потрясли, и я уже в сознание пришел. Дальнобойщик Алексей в сторонке переводит дух. Хорошо, что обошлось без жертв. Водитель рассказывает, ехавшую перед ним газель при развороте занесло. Похоже, что реагентами дорогу полили, а вот пережеванную снежную кашу убирать никто не спешил. Председатель Ярославского союза автомобилистов Сергея Терехина ситуация на окружной дороге не удивляет. Вообще ее сложно убирать. Сложно убирать потому, что там постоянное движение и днем и ночью. Соответственно, даже если, допустим, осадки прекратились и на дороге есть каша, ее нужно хотя бы смести. Со слов Терехина, дорожникам элементарно не хватает техники. И так происходит из года в год. Кроме того, нередко снегоуборочные машины не выходят только потому, что руководители подрядных организаций просто-напросто экономят, надеясь на внимательность водителей и на русский авось. Юркий Колчин, Александр Широкий. День в событиях.